Но главную причину болезни называем. Диагноза нет, а лечение не пойдет. И где деньги найти? Так деньги нужно найти под те лекарства, которые вылечат от той болезни, которой мы болеем. Болезни называем. То есть у нас с вами перевернута пирамида власти. Основание наверху, острие внизу. Три дня Российской империи нет. Нам показывают каждый день. Разводы, своды, разводы, своды. А кто будет показывать? Само управлять кто должен? Инженеры. Где они? Где хоть один фильм про инженера, достойного русского инженера сегодня? 130 лет Зворыкину изобрел телевидение для всего мира. А где лежит прах за границей? Перевезите в Муром, Владимирскую область. Великий русский инженер. Нет, ничего нет. То же самое и Сикорский. То же самое все остальные великие инженеры. Всех выгнали из России. И сегодня выгоняем сегодня. И сегодня они уезжают. Да все они уедут. Поэтому сегодня, как это говорится, Запад нам поможет. Они сейчас заблокируют угрозу блокады всех денег наших олигархов. И они будут переводить сюда. И последнее, господин Шокин. Всем собраться в Кремле и сказать. Вот нас, там не знаю, сколько у вас триллионов рублей у всех. Накопление, счета, депозиты. 99% сдать в казну. Оставьте себе по двухкомнатной квартире. Вам хватит. Все. Все. И зарплата 50 тысяч. Все. Достаточно. Все деньги в казну. Это не ваши деньги. Это наши заводы. Это наши фабрики. Это наши дедушки и бабушки не доедали. Это они лежат в сырой земле. Ничего не получив. А вам за копейки раздал все Ельцин, Гусинский, Березовский. Вся эта команда. За копейки все взяли. Вы ничего не заработали. У нас Рокфиллер больше уважения вызывает. Там, не знаю, Ротшильд. Они вкалывали за каждый доллар свой. А вы просто так получили ночью, вечером советские цены, утром ельцинские цены. В тысячу раз больше. И они миллионеры. Они миллиардеры. Стыд и позор. Все деньги сдайте в казну. Это должен быть не призыв помощника президента Белоусова. Это призыв Государственной Думы. Я уверен, что все три партии парламентских поддержат. И мы давно это требуем. Вот все деньги. На все хватит.